Друзья, приветствую! Игорь из Ростова-на-Дону прислал образцы масла Ravenol VST, полнозольное масло 540, использовалось в Мерседесе. Так, сейчас покажу вам. Две баночки, свежая отработка и описание. Так, это B180 2017 года с мотором 1.6. Вот такое описание. Можете ознакомиться. Впоследствии, конечно, я вам приведу данные. Оно продублировано будет в описании к видео традиционно. Ну и сами баночки. Так, можно проверять. Данное масло я уже проверял, поэтому эталон есть. Сравню свежее с эталоном. Посмотрим, что намерит прибор, насколько оно совпадает и можно будет приступать к проверке отработки. Так, закладываю пару капель и давайте посмотрим. Так, противоизносных присадок 99%, одна десятая гликоли. Да, кстати, я замечал, что масла с 4-5 группы часто дают какой-то подскок небольшой такой подскок по гликолю. Но, кстати, даже интересный момент, что вот масла SPAO с эстерами обманывают электронные щупы автомобилей. Дают погрешность. Возможно, механизм аналогичный. Так, сажи нет по нулям. Ну, была трасса. Возможно, это так. 2.04 кислотная, 2.1 в эталоне и 9.5 щелочная. 9.5 я подправил. Раньше у меня было с учетом ГОСТа для свежего. Здесь ГОСТ более корректный ГОСТ для отработки. Я пересчитал и подкорректировал. Так, можно проверять, значит, мотор 1.6, 156 сил, заводская прошивка, объем масляной системы 5,8 литров, общий пробег около 70 тысяч, пробег на масле 9200 и 302 моточаса при средней скорости 30 с половиной километров в час. Да, используются РУСНЕВ 95 и таблетки ЭНВИРО ТАПС, катализатор горения. В отработке 40 процентов противоизносных присадок подъела чуть-чуть. Опять же, этот гликоль непонятно. Нитрова не залезла, только недавно залезла в желтую зону. Значит, 25 по-моему граница между зеленой и желтой зоной. Так, сажи нет. Неплохо так. Процесс горения происходит. Ну, возможно, это высокая скорость, которая была там по трассе. Так, вернее, трасса. 2,91 кислотная и 4,7 щелочная и около 1000 ppm. Ну да, после трассы, кстати, было еще полторы тысячи по городу. Видно по кислотному, что оно для 300 моточасов не так сильно нарастает. На мой взгляд, это говорит о том, что в масле есть компоненты типа ПАО, которые сопротивляются окислению. Сейчас я покажу вам, значит, сравнение вязкости. Ну и по цвету, мне кажется, видно, что здесь ПАО есть. Не знаю, в каком процентном соотношении. К сожалению, не могу это определить, но тем не менее. Так, давайте посмотрим. Полторы тысячи после трассы. Ну, нормальное, абсолютное явление. Значит, разжижение 24 процента, ну на четверть примерно. Это абсолютно нормальное для города. Здесь и конденсаты, и прогревы, значит, с чуть забогаченной смесью. То есть, все в порядке. Вопросов здесь нет. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, кто не хочет пропустить уведомления о новых видео. А сейчас покажу вам прогноз ресурса. Вот такой прогноз. Значит, моющие нейтрализующие свойства 12 тысяч стоп по километражу и 398 моточасов. По нейтрованию 417. Да, видите, предел этот от 400 до 500. В общем-то, хорошо работает мотор. По нейтрованию 12700 почти. Ну и по вязкости, сами видите. Можно сравнить. Я пересчитал, отнял от щелочного кислотное. Получил вот это значение, разницу между этими числами. Пересчитал ее на прогноз по моющим нейтрализующим свойствам. Получилось, что равенол в данном автомобиле, с учетом масляной системы, может на одной единице проехать 53,78 моточаса. На одной единице разницы. По менее коррекции надо подкорректировать будет, то результат уже другой. Шелл даже чуть лучше. То есть, если вот так лоб в лоб сравнивать. Ну, конечно, здесь разные условия могут быть. Там была скорость пониже. Возможно, окисление было. Значит, нейтрования особенно пониже. Вот лоб в лоб сложно сравнивать. Но, по большому счету, сопоставимые масла чуть-чуть лучше, возможно, условия. Повторюсь, значит, шелл чуть лучше отработал, если подкорректировать ГОСТ. Вот. А может быть... А, ну да, там прогноз был бы меньше, если бы я откорректировал. Да, наверное, все-таки где-то очень близко. В данном автомобиле плюс-минус рядом. Сложно сказать. Надо бы, конечно, пересчитать. Но тот, тот прогноз по Helix Ultra имеет легкую такую некорректность, наверное, все-таки надо признать. То есть, поскольку прибор коррелирует с ГОСТом для отработки, поэтому и надо его использовать в любом случае. Ну, вот, сами думаете, на мой взгляд, масло отработало хорошо. Автомобиль тоже работает хорошо. То есть, никаких особых вопросов к нему нет. Так что пишите, что думаете. Будет интересно почитать. Так, и... Благодарю Игоря за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.